Этой зимой Амичи смогут летать в Тюмени и Екатеринбург. Новое авианаправление откроется 30 октября. Трансфером через эти города Амичи смогут попасть в Минеральные воды, Краснодар, Казань и Горноалтайска. Рядом с последним, кстати, находится Шерегеш. Уже несколько лет горный курорт считается самым популярным местом отдыха у Амичей в дни зимних каникул. А куда планируют отправиться сибиряки на новогодние праздники, расскажем в нашем следующем материале. В прошлом году у Амичей самым любимым местом отдыха был Египет. В этом году место лидера занял Таиланд. За 35 тысяч можно в течение недели отмечать зимние праздники под пальмами. Если же покупать путевку накануне Нового года, то тур обойдется минимум в 50 тысяч рублей. А самым популярным российским курортом в зимние каникулы уже несколько лет является Шерегеш. В празднике стоимость номера возрастает от 5 тысяч рублей с человека в сутки. Зато при раннем бронировании четырехдневный тур обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Томичи, как и Амичи, на Новый год из зарубежных направлений тоже предпочитают Таиланд. Правда, стоимость туров значительно выше, чем в Омске. Минимум 70 тысяч рублей. Разделяют Томичи и любовь к горному курорту Шерегеш. Но и здесь цены разительно отличаются. Из Томска путевка дешевле. Купить пятидневный тур с проживанием в гостинице эконом-класса можно за 9 тысяч 800 рублей. Предпочитают отдохнуть новогодние каникулы в горах и новосибирцы. Но ограничиваются они не только вершинами Кемеровской области. Один из самых популярных туров – поездки в Сочи. Стоимость новогодних путевок от 30 тысяч рублей. Чуть дороже – на 10 тысяч зарубежные туры. Лидирует Таиланд. А вот кемеровчане предпочитают встречать Новый год в Юго-Восточной Азии. Как и жители соседних областей в Таиланде. Чтобы улететь на зимние праздники, придется заплатить минимум 27 тысяч рублей. Из российских направлений жители Кемеровской области предпочитают, конечно же, Шерегеш. В сезон, говорят местные туроператоры, цены поднялись незначительно. Если взять гостиничный городок, то цены выросли, ну как минимум на уровень инфляции. То есть примерно на 5% цены у всех поднялись. По поселку пришли данные нам, с кем мы сотрудничаем, кто через наш турцентр сдает свои квартиры. Половина объектов у нас пойдут с пониженными ценами в сезон. То есть мы вообще, мне кажется, это впервые в Шерегеш, когда цены просто снизили. Между тем, в новогодние праздники три дня на горном курорте обойдутся в 6 тысяч рублей. Внутренний туризм в России все более популярен, говорят эксперты. Если раньше новогодние туры только бронировались за 2-3 недели до начала праздников, то сейчас большинство путевок уже раскуплены в октябре. Остается достаточно популярный экскурсионный, не только горнолыжный, экскурсионный кластер. Это, безусловно, и Москва, и Санкт-Петербург. По-прежнему остается популярен Крым. В целом же, по сравнению с прошлым годом, цены на зарубежные туры не изменились. Курс доллара остался почти на том же уровне. Постепенно меняются и вкусы сибиряков. Набирают обороты продажи путевок в Турцию. И, несмотря на дороговизну, все чаще заказывают туры в Кубу и Доминикану. Правда, прямых вылетов из сибирских городов пока нет.